так задали задали каталожные данные электромотору задали каталожные данные вот этому автомату единственное что мы здесь забыли номера пинов других частей автоматов мы еще не задали так вот так открываем каждую часть с каждой уже дочери компонента трехфазного автомата и и задаем номера пинов это уже будет на 3 4 нажимаем на ok следующей части у нас будет уже так 5 и 6 все теперь задаем каталожные данные вот к этим зажимам но наверное наверное давайте попробуем откроем там посмотрим желаем на каталог лука открываем нашего производителя войти идти и вот здесь у нас есть множество зажимов которые рассчитаны на 15 ампер на 20 ампер 25 ампер и так далее давайте вот этот вот этот клампинг сет возьмем и и скопируем так пусть это будет у нас уже под номером т.р.м. с под номером будет 0 3 производитель войти идти оставляем эти клампинг сет 6 оставляем description type тоже клампинг сет но это зажимной набор переводится и пусть у нас вот эти зажимные наборы каждый зажим у нас рассчитан будет на 50 ампер так 50 ампер это у нас будет скажем но клэмпинг сет наверное будет у нас красного цвета вот здесь description у нас будет красного цвета red и вот здесь у нас будет как бы пусть в разных пусть укажем и другой клэмпинг сет создадим сразу же вот так под номер уже будет 005 хотя хотя ну давайте это будет у нас blue вот здесь давайте трмс 004 после надписи red сразу пишу скажем 50 ампер а вот здесь у нас будет нам здесь на центр достаточно атак 15 ампер и 15 ампер и в разные у нас будет описание только было вот так нажимаем на окей на на галочку с отченчес и для вот этого клэмпинг сет я беру под номером вот этот трмс 004 который только что создал нажимаем на окей и нажимаем на окей почему я создал два вида зажим зажимов первый вид красный это для фазы 123 и вот здесь 123 а второй вид это вот для четвертого зажима который у нас будет который нас будет будет подключаться к земле так теперь копирую каталожные данные вот этого 1 находится вот здесь на вкладке edit компонент под инструментом edit из у нас копия каталог assignment копирую каталожные данные вот этого xt 11 но при этом я должен отключить snap mode чтобы у меня курсор не прыгал так выбирая а вот этот нажимая на окей и выбираю каким зажимом применить эти каталожные данные это будет 23 от xt 1 так 123 от xt 2 нажимая на пробел либо на enter проверим открываем например 3 да у него здесь каталожные данные введены нажимаем на окей теперь к четвертому то есть к зажиму под номером 4 и вот здесь и вот здесь я применяю каталожные данные то есть открываем свой производителя вот эти вот ну вот этот и rms 005 который уже у нас будет синий так нажимая на окей нажимаем на окей копировать каталожные данные не буду я просто возьму и заново задам каталожные данные поэтому тоже это каталог в эти и вот этот окей опять нажимая на окей так так ребята почему а почему вот здесь вот этот зажим под номером 4 от xt 1 и под номером 4 от xt 2 у нас идут синего цвета потому что вот этот провод вот этот провод я хочу делать синим синим так это немножко дальше теперь у нас остается вот этот circuit breaker выбираю его нажимаю на правую кнопку открывай edit компонент открывая look up так теперь теперь если не ошибаюсь от нашего производителя здесь ничего нету а хотя есть хотя есть так так этот вот этот вот этот автомат он у нас идет вот такой без команды like of voltage protection то есть то есть у нас идет защита от перегрузки потоку и напряжению быть current and voltage protection можем вот так написать открываем его и задаем каталожные данные ищем а своего производителя а его идти но при этом мы создаем свой как бы автомат ну наверное circuit breaker под номером будет 004 на 50 ампер этого достаточно производитель будет у нас войти идти и 3 пол circuit breaker до 50 ампер наверное наверно вот себе 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 так так корренд и вот здесь наверное наверно вот это же тоже просто возьмем и скопирую так раз так не копируется наверное просто возьмем и перепишем нажимаем на галочку и выбираем вот этот только что созданный нами автомат и сразу наверно задаем номера пинов 1 и 2 так нажимаем на ok номера пинов заданный номера пинов первый фаз заданный спрашивают обдейте конечно конечно с этим связаны другие элементы но при этом номера пинов мы должны задать вручную три у нас это будет 4 здесь у нас будет 5 и 6 нажимаем на окей все номера пинов здесь заданный ну а в принципе наверное с этим с каталожными данными вы здесь все решили теперь давайте будем решать проблему с проводами так так но если мы откроем все типы проводов которые нам доступны но видим что множество типов проводов уже у нас базе уже есть вот эта база вот эта база у нас у у нас связана с вот этим помните а и сидима . wdp файл был файл свойств нашего проекта вот эта база связана вот с этим файлом то есть если мы выбираем в качестве качестве в качестве файл свойств а и сидима . wdp то у нас вот эта база автоматически если какие-то какие-то провода у нас отсутствует мы в принципе сами можем создать провода это я сейчас покажу давайте сначала применим свойства к вот этому как бы правду ну нажимаем на правую кнопку выбираем change conduit wire type и пусть этот у нас провод будет красного цвета на сечением 6 миллиметров квадрате вот этот повод вот так галочку вот эту убираю почему вы знаете наверное нажимая на окей и выбирая все провода которым я хочу применить вот эти вот эти провода вот эта часть проводов до автомата q2 и все остальные вот эти провода пусть они все будут красного цвета сечением 6 миллиметров квадрате вот так нажимаем на пробел хотя хотя быть может быть может вот эта часть вот эта часть проводов у нас наверное достаточно немножко другого сечением наверное вот сюда я задам другой провод пусть это будет красный сечением 4 миллиметров квадрате вот этот как обычно убираем и выбирая провода так и вот так так нажимая на пробел теперь вот эти провода раз два три фазы у нас идут сечением 6 миллиметров квадрате из наводим на провод мы видим что везде провода находится в слою слою red 6 миллиметров квадрате а вот эти провода а сечением 4 миллиметров квадрате красного цвета если наводим на провод видим также что они находятся в слою red нижний пробел 4 . 0 миллиметров квадрате теперь вот этот провод у нас который у нас 0 будет наверное наверное как бы давайте сделаем как здесь мы создадим создадим такой свой собственный такой тип проводов нажимаем на креет и в конце начинаем набирать цвет у нас будет ну blue так слышь white white вот так теперь сечение у нас будет но бывает не получается так инвалид каракас но вот это не получится нажимаем на cancel не сохраняем открываем заново тогда давайте будем вот так просто бывает так думает здесь ребята если обратите внимание если такое место layer и зависимости от названия цвета и сечение создается автоматический слой и слой создается формате си нижний пробел с си означает у нас цвет провода данном случае я набираю blue white blue дабы ну и чте вот так и вот здесь в лейер уже автоматически появляется вот это название теперь есть я вот здесь набираю течение скажем это будет у нас 1.0 миллиметров квадрате у меня после нижнего провела вот эта надпись автоматически появляется по название слоя вот так и у нас создается слой под вот этим названием и свойства слоя свойства вот этого слоя я сразу же задаю вот здесь вот у лейер носить вот здесь колор лайн тарик и лайн быть давайте у нас пусть цвет слоя по умолчанию будет синий нажимаем на окей лайн тарик у нас будет вот этот дождь то есть штрих нажимаем на окей а лайн выйдет оставляем по дефол нажимаем на окей ничего трогать не будем и все нажимаем на окей теперь вот этот провод вот этот будет как бы сине-белого цвета вот этот галочку убирая нажимая на окей вот так видите что у нас получилось нас получился провод синего цвета со штриховкой но это как бы будем принимать что это про этот провод сине-белого цвета если наводим то на провод увидим что этот провод находится у нас слою blue white если пробел 1.0 вот так теперь наверное вот этот провод вот это провод тоже наверное будет принимать те же свойства но наверное давайте так и сделаем так бывает вот эта галочка не убираю потому что связанные с этим провода другие провода пусть принимает эти же свойства так теперь а вот этот провод вот этот провод пусть будет как бы красного цвета красного цвета и будет течением как вот это тот один миллиметр в квадрате вот открываем свойства и выбираем вот этот красный 1 миллиметр палочку убираем нажимаем на окей вот так и все вот эти все с этими с проводами наверное все решили теперь у нас остается номера проводов я хочу чтобы я хочу чтобы эти три три фазы принимали номера l1 l2 l3 а остальные пусть будут пусть будут ну как как получится открываем wire number у нас есть инструмент 3 из 3 фэйс здесь у нас я бейс убираю оставляй только цуффикс хотя хотя могу сделать так давайте будем делать как есть масса части трех фаз вот здесь до автомата и после автомата то есть часть у нас вот этих 3 3 фаз до автомата у нас будет под а нижний пробел и у нас номера идут ай а л1 а л2 и а л3 нажимаем на окей и выбирая провода вот это у нас будет а л1 будет а л2 вот это у нас будет а л3 так нажимаем на окей и нажимаем на окей теперь вот эта часть у нас я давайте оставляю эти провода просто без ничего и л1 и л2 и л3 нажимая на окей выбирая провода этот 1 теперь вот эти подтянутые от основной основного провода другие провода электромотору тоже принимают номера l1 l2 и l3 и давайте скопируем вот эти л1 л2 и л3 вот сюда они это пожарились вот здесь тоже для этого нажимаю на копии вот этот инструмент и указываю место в поводе куда я хочу скопировать номера 1 2 и 3 нажимаем на иски так в принципе у нас вот эти номера установлены теперь теперь на этом месте могу просто сохранить и продолжить нумерование проводов уже не по трем фазам а по отдельным проводам желаю wire number и и начиная от номера 1 я нажимаю просто другой ничего трогать пока что не буду нажимай на 2 white у меня номера автоматически вставляются выставляется теперь я просто возьму и возьму и поменяя места местами номера проводов здесь я хочу чтобы у меня было как 1 2 3 так здесь у нас 1 2 3 4 5 6 ну и так далее так так вот вот этот 7 меняя местами вот с этой единицей для этого вас будет инструментом здесь слаб под вкладке edit wire wire numbers так нажимаю на 1 и нажимаю на 7 поменялись местами так 8 меняя с двойкой 2 и 8 9 меняются тройкой так теперь вот здесь у меня должно быть 4 5 6 4 меняем вот семеркой 9 меняем вот с пятеркой и вот этот 9 меняешь и с шестеркой вот так так теперь вот эта часть у меня будет 7 8 9 теперь давайте немножко порядок наведем я не хочу чтобы у меня вот эта шестерка у меня состояла вот здесь вот и девятка тоже стояла здесь сначала вот этот 4 немножко с помощью инструмента я немножко приподнимаю цена а шестерку я не могу двигать с помощью инструмента скотт я возьму и воспользуюсь инструментом ну воерном и указываю куда я хочу переместить вот сюда так наверное вот этот wire number leader я убираю как-то наверное как это делается продолжил теперь семь восемь и девять я хочу расположить примерно по вот этой вертикальной 7 двигаю с помощью инструментов скотт немножко вот сюда 8 тоже вот сюда а 9 не могу твинуть потому что поэтому я убираю перемещая 9 помощью муваер number куда-то вот сюда теперь 10 пусть остается на своем месте и вот эти 2 3 1 и 2 и 3 давайте их переместим куда-то вот в эту линию тройку переместить с помощью инструментов тоже получится двойку и единицу так теперь теперь у нас вот этот провод вот этот провод синий провод у нас идет под номером 11 то есть основной я хочу вот этот 11 чтобы отображался мне вот здесь перемещая 11 вот сюда вот сюда теперь и копирую номера номер вот этот 11 вот сюда тоже купить wire number и вот потому что я хочу чтобы под вот этими под вот этими а л 1 а л 2 и а л 3 стоял тоже вот этот номер 11 и вот эти же номера теперь я скопирую вот сюда тоже так копивая номер прямо под вот этим 11 вот так что у нас здесь осталось что у нас осталось мы осталось создается на source and this is source и рус в принципе у вас здесь ничего нету есть попробуем открыть репорт и и сим каталог дэйта у нас здесь все в порядке ничего нету мы должны здесь создать source и рус источники переходим на флагу схематик создаем source и ру нажимаем на кончик вот этого повода 1 у нас это будет какой пусть это будет фейс как всегда или так фейс нажимаем на окей пока что destination р у нас нет нажимаем на ноль так давайте попробуем еще раз но вот здесь скрипшем написать л пидеть вот так вот так нажимаем на окей теперь создаем еще соус эру уже вот здесь так ребята вот поэтому у нас такой первый чертеж мы закончили первой чертеж мы закончили можем наверное вот это чуть-чуть целиком целиком подвинуть немножко правее направо если у нас если у нас если мы хотим всю схему передвинуть куда-то сюда куда-то налево направо вверх вниз по чертежу мы просто можем выделить всю схему и воспользоваться стандартным инструментом автокадо мозг я выделил выделить всю схему нажимая на нос и могу вот так двинуть его куда-то наверно центр но при этом при этом при этом я должен обновить обновить проект почему потому что как я вам уже говорил ребята то есть я нарисую и не белые линии вот такие так нарисую вот здесь вертикальные линии я вам ребята говорил вот этот наш шаблон вот этот шаблон то есть лист формата а3 стандарта аймиси масса на чертеже нашем проекте разделяется на эти пять частей то есть вот это первая часть это у нас идет под номером 0 вот эта вторая часть идет нас под номером один вторая часть 3 и 4 помните да ребята и вот это объяснял словно носа наш чечешь разделять опять части помните да но когда мы передвигаем чертеж стандартный наш чертеж вот то есть схему то некоторые компоненты некоторые компоненты скажем меняют свое как местоположение в чертеже скажем например мотор переходит от первого во вторую сейчас находится чисто он находится в первом первой части нашего чертежа поэтому чтобы все изменения автоматически как бы принимались мы его здесь нажимаем на вот на этот подпочек менеджер дистанку инструмент и и и здесь наверное wear a number signal и так мы пробовать не будем мы меняем обновляем только вот эти желаем на окей окей так и она спрашивает какие чертежи хоть мы хотим обновить в проекте настолько один чертеж нажимаем на туал и нажимаем на окей база у нас обновляет и все вот эти все изменения по местоположению компонентов автоматически уже пример принимать принимайте вот эти я линия удаляю они не нужны так так сохраняя чертеж и наверное лучше сразу же обновить заполнить вот этот угловой штаб ребята вы наверное помните как это делается я быстренько быстренько все это сделаю нажимая на правую кнопку на проекте открывает descriptions и здесь про номеру 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 наверное они нужны нажимая на окей и нажимая еще раз проекте открывает айтон блок апдейт нажимая на select all и нажимая на окей актив другу у нас появляется мне появляется информация куда что я должен писать так так опять же нажимая на правую кнопку в practice то есть проекте нажимая открывает description и убираем опять же у нас эти мотор эти мотор six по у нас будет line 2 я убираю 3 у нас убираю 4 тоже убираю нас ничего нет 5 у нас тоже убираем потому что масштаба здесь нету 6 и 7 6 7 но фамилия наверное так фамилия на седьмой у нас дата 1105 20 1105 20 10 нас будет 10 у нас будет название файла 0 0 1 . иди нажимая на окей открывая нажимая право проекте открывает айтон блок апдейт выбираю все соли клон нажимаю на окей но здесь немножко не получается не помещается ничего страшного все в порядке теперь создаю здесь же уже в теперь второй чертеж не утром и под названием у нас будет уже 2 лист наверное выберу шаблон листа выберут то же самое формата а3 из стандарта айси нажимаю на open лист у нас будет под номером 02 нажимай на окей и конечно же применяют свойства вот этого нашего проекта к чертежу нажимаю нажимаю на yes и все немножко ждем такие какие данные меняем вот здесь же нажимаю на правую кнопку на проекте открываю descriptions на вторую линию на вторую линию вписываю наверное оси motors x полу наверное будет у нас control и чертеж будет под номером под названием номер про . dwg нажимаем на окей открываем еще раз правой кнопкой так и блок апдейт и обновляем все и нажимаем ok актив другой он так теперь вот сюда я хочу нарисовать вот эту часть вот эту часть наверное наверное ребята я просто возьму и прямо вот так же просто возьму и нарисую для этого я просто возьму сначала проведу провода переходим на перехожу на вкладку схематик меня вот это снопод включен и начинаю рисовать провода как-то наверное начинаем вот так так вот так теперь проводим вот здесь раз два три года вот отсюда распрод откуда-то вот отсюда на второй провод и откуда вот отсюда 3 ну чтобы чтобы здесь между проводами было одинаковое расстояние вот этот провод нижний провод я протяну немножко вниз вот так и этот верхний провод тоже чуть вверх против но как-то наверное так здесь нас есть еще дополнительный элемент дополнительный часть вот у нас будет это достаточно теперь шаг за шагом будем устанавливать элементы шаг за шагом у нас основные элементы вот эти катушки 1 2 3 обычные магниты катушка вот здесь у нас есть таймер катушка и связанные вот с этими катушками 1 2 3 наверное все вот этого у нас не будет потому что у нас вот этот автомат отключается то есть вот этого у нас нет вот этот у нас так и так у нас родительские компании нашем случае так ну давайте начнем тогда устанавливаем катушки открываем айкон меню в реле контактах открыла отключает или контакт берем простой вот этот или корм устанавливаем куда-то вот сюда самый край жмем на окей опять же устанавливаем этот реле койл так вот сюда нажимаем наверное окей опять устанавливаем следующий магниту катушку вот сюда все нажимаем на окей так катушки у нас установлены давайте у нас здесь немножко места места не хватает этот провод мы протянем немножко вправо как-то наверное вот так так и под вот этими катушками я устанавливаю теперь таймер катушку есть у нас меню здесь где у нас таймер вот таймерс открываю от 1 он дал ей койл и устанавливаю его вот сюда так нажимаем на окей что это означает это означает что как только сюда катушки подается ток он сразу не включает связанные с этими контакты и автоматы через какое-то время он отклон включает вот эти контакты и автоматы связанные вот с этой катушкой через какое-то время то есть задействуется то есть подается только катушка зарабатывает через какое-то время теперь устанавливаем на связанные с этими катушками как бы инструменты и то есть контакт вот здесь нас идет контакт здесь нас идет контакт причем нормальный клоузет причем закрытые контакты закрытый контакт также у нас в принципе наверное все закрытые контакты больше нет так открываем icon меню и к меню открываем опять же реле контакт и вот этот нормальный клоузет контакт вот этот устанавливаем его вот сюда раз слава следующий нажимаем на окей repeat и вот сюда два нажимаем на окей так теперь теперь мы должны установить вот эти две кнопочки один закрытый один открытый эти кнопки у нас находится опять же в таймерс таймерс это вот эта кнопка и вот эта вот эти две кнопки причем наверху у нас находится кнопка закрытом состоянии здесь нас находится кнопка в открытом состоянии устанавливаю вот сюда кнопку закрытом состоянии нажимая на окей и а здесь у нас находится следующая кнопка в открытом состоянии вот это кнопка нажимая на окей но ребята у нас опять же вот здесь немножко местами места не хватает вот этот рот я протягиваю немножко левее очень сумеет искут и вот эти две кнопки я наверное протягиваю протянул чуть опять же левее теперь что я должен сделать вот в этом случае вот в раз и два как бы таймер включателя связаны вот с этой катушкой как только сюда подается ток как только сюда подается ток через какое-то время вот этот контакт к т11 открывается а к т12 закрывается они работает синхронно я сделаю как я создаю связь между вот этими двумя таймер контактами это делается как здесь у нас есть инструмент link компонент дашь тлай то есть нажимая его выбирая включаю выбираем первый таймер контакт и убираю второй таймер нажимая на пробел и вот здесь у нас создается как бы связь между вот этими это значит это значит как только вот этот таймер контакт включается то есть открывается вот этот второй у нас закрывается автоматически теперь создаем устанавливаем уже следующие компоненты это у нас вот этот открытый контакт это у нас вот это зеленая кнопка пуска и вот это у нас красная кнопка отключения системы вот этого я сказал как сказал у нас нету и вот себя вот этот филс то есть предохранитель мы также можем установить но не можем наверное и нужно установить так открываем icon меню открываем relay contacts и устанавливаем нормальный опыт контакт вот сюда жмем науки